Всем привет! Это проект Академика, и с вами я, Анна Карпова, профессиональный художник и преподаватель. О чем мы сегодня поговорим с вами? Сегодня мы попробуем создать некий словарь терминов, договориться о правилах игры, потому что в силу того, что я еще являюсь профессиональным преподавателем, я часто сталкиваюсь с тем, что студенты немножко путаются в терминологии, это связано с литературой, с различными ресурсами в интернете, так как мы не можем объективно говорить об искусстве, что правильно, что неправильно, потому что этого не может быть, этого не существует, не бывает правильности в искусстве, то и термины, вводимые различными авторами, они близки по понятиям друг к другу, но все-таки чуть отличаются. Так как мы будем работать с вами дальше вместе, давайте договоримся о правилах игры, и я введу те понятия и термины, которыми я буду пользоваться, чтобы вам было понятнее, и если вы встретите чуть отличающиеся значения где-то в литературе, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Итак, начнем мы с основных понятий, это понятий свет и понятия тень. Что такое свет и что такое тень, я думаю, не вызывают у вас особого недоумения. Свет – это та зона объекта, которая освещена, а тень – это та зона, которая от света отвернута. Соответственно, граница между светом и тенью часто называется светопереломом, я же буду называть ее переломом формы, потому что именно в этом месте, в этой зоне форма от света отворачивается, то есть ломается. Так мне проще в дальнейшем будет объяснять некоторый материал. После того, как мы ввели понятие света и тени, начнем говорить с тени, начнем разбирать понятие тень. Почему? Потому что тень делится на собственную тень и тень падающую. Что такое собственная тень? Тоже понятно. Собственная тень – это тень на самом объекте, то есть та зона объекта, которая от света отвернута. Что такое падающая тень? Падающая тень – это тень, которая падает от объекта на плоскость, на которой он находится, на плоскость перед которым находится или на некий другой объект и значение этой падающей тени нельзя умалять потому что смотрите какой есть фокус да вот смотрите простая схема это мышка она плоская это палочка на палочку падает свет и от палочки соответственно падает тень на мышку и о чудо мышка стала объемной или же например возьмем достаточно простой абстрактный объект назовем его бутылкой можно назвать амфорой она стоит на столе перед стеной от нее на стол и на стену падает тень как видите не очень хорошо получилось надо тень все-таки сделать повыше почему я это дело об этом мы поговорим с вами дальше но проблема была в том что горлышко ну вот горлышко тень от горлышко попадала на одну линию с плечами что компания является композиционной ошибкой поэтому я изменила высоту но уже здесь мы видим что и еще к тому же сейчас недостатком этого рисунка является то что эта тень имеет объем падающая тень не должна иметь объем она не дал это условный элемент который объемы иметь не должен соответственно когда вы заработаете с натюрмортом с портретом следите за тем чтобы падающая тень не стала дополнительным объектом она является лишь дополнительным пятном по высоте этой тени мы легко можем судить о том насколько это наша пресловутая бутылка отстает от стены потому что наш глаз устроен таким образом что по мере уменьшения высоты объектов мы понимаем что они находятся глубже и и в то же время падающая тень очень хорошо рисует нам горизонтальную плоскость стола рассмотрим простые формы простые объекты такие как куб пирамида шар конус и цилиндр и так рассмотрим простые формы начнем мы с куба и так если свет падает сверху и сбоку то у нас сильнее всего освещена верхняя грань это вертикальная грань находится тоже в зоне освещенности и лишь вот эта грань у нас от света отвернута значит мы сразу обозначаем ее как тень а что же будет являться переломом формы в этой ситуации в этой ситуации переломом формы естественно будет являться вот это передняя к нам грань что мы можем сказать об этом переломе формы такие фигуры как куб или пирамида да являются фигурами полученные в результате поворота простых плоских объектов на пирамиде же мы будем видеть лишь две грани грань освещенную и грань теневую и света переломом или переломом формы будет тоже являться передняя грань пирамида давайте подумаем как мы можем охарактеризовать эти переломы формы что мы о них можем рассказать как вам кажется ну во первых как только мы имеем дело с фигурой получены в результате поворота то есть форма поворачивалась резко резкий происходил поворот значит перелом формы острый тонкий прямой что такое острый тонкий прямой значит острый это такое понятие введем понятие острого вы все знаете острый угол то есть это угол меньше 90 градусов вспомните то впечатление которое на вас производит он достаточно агрессивен значит острый в тональном понимании это то что имеет четкую границу когда мы говорим о мягкости граница размазанная мягкая значит перелом формы на поворотных фигурах острый да но нам следует ввести такое понятие как тон об этом мы еще не разговаривали и не договорились что такое тон очень часто мы слышим намешайте мне пожалуйста краску розового тона так вот розовый тон это абсолютно не корректная формулировка понятие тона относится к понятию темно светло то есть плотнее тонально это значит темнее тонально легче это значит светлее а понятие розовый относится к цвету и соответственно да розовый имеет тон потому что если мы сравним розовый с красным то розовый мы отнесем к белому а красный мы отнесем к черному как понять разницу да смотрите что у нас есть два полюса черное и белое и по мере того как они начинают соединяться друг с другом мы получаем серый где-то посередине у нас появляется абсолютно нейтральный серый цвет и дальше этот серый движется либо в одну сторону черного либо в другую сторону белого то есть сейчас мы будем говорить безусловно только о черном и белом серый затронем позднее сейчас в общем то еще пока рано а теперь давайте подумаем с одной стороны мы нашли сходство между переломом формы на пирамиде и на кубе а теперь подумаем в чем же их различия смотрите куб граница куба вот эта грань куба она стоит вертикально тогда как грань пирамиды она от нас удаляется то есть она движется в пространстве не только в плоском но и в трехмерном пространстве вот что важно еще сказать когда мы работаем когда мы начинаем рисовать вообще занимаемся когда мы занимаемся изображением мы переносим трехмерное пространство на плоскость значит уже любое изображение является условным потому что мы имитируем трехмерное пространство и для того чтобы создать максимально приближенную к трехмерности имитацию мы используем определенные приемы и приемы и какие-то что используем определенные приемы и условности и вот сейчас мы как раз говорим о тех самых условных приемах которыми мы пользуемся для создания иллюзии трехмерности для создания глубины пространства или наоборот уплощения пространства и вот сейчас я вернусь к перелому формы на кубе и на пирамиде итак мы уже с вами определили что грань куба находится в вертикальном положении то есть движется в одной плоскости тогда как грань пирамиды движется уже в нескольких плоскостях то есть она уже задает некую глубину пространства тогда как же нам это изобразить все очень просто мы если в кубе мы просто подчеркиваем эту грань то в пирамиде движение идет уже от переднего плана к заднему смотрите просто подчеркнув передний план мы создаем глубину пространства если же мы еще усилим самый ближний к нам угол пирамиды и куба в том числе то мы еще сильнее усилием глубину этого пространства и таким образом мы можем сделать вывод какой очень простой все что ближе все темнее все что дальше все легче так все